Маленький прудик в доме. Озерко. Кусочек природы, где можно отдохнуть глазам, но и поработать руками. Привет, дорогие мои зрители! Вот думаете, что это такое, я показываю? Это мой аквариум. Пока я его очищала, сам аквариум, рыбки у меня вот здесь вот в тазик помещены. Заодно растения промоются. И рыбки ждут своей очереди, когда в чистенькую свеженькую водичку я их перенесу. В словаре у Даля есть такая пословица. Не было у бабы забот. Купила баба порося. Почему-то я решила, что мне очень нужен аквариум. Вот завела себе такую. Всего-то трёх рыбок купила. Три маленькие гупёшки. Мальчик и две девочки. Девочка одна быстро покинула меня, а вторая вот так вот расплодила мне целую кучу, целую кучу новых и новых деточек. Купила я всяких растений. Растения не все выживают. Очень много какие растения съедаются улитками и исчезают. Вот эти остались у меня. Очень мне нравится вот этот интересный такой. Вот забыла название. Напишите, если помните. Он очищает аквариум. Здесь вот немножко как-то он разделился. Ну, надеюсь, что не повредился. Он лежит на дне аквариума и иногда всплывает. От чего это зависит, ещё пока вот не знаю. Надо почитать про это, про эти растения. Так, вот и это растение интересное. Ну, они тут немножко споласкиваются заодно у меня. Такой кустик. Так, ну-ка, прицепился. А, ой, бедные, бедные мои рыбки. Вот такой кустик. Смотрите, какие у него корешки. И листочки. Где-то травка тут прицепилась к нему. А ещё интереснее вот это вот растение. Что-то я не очень тут занималась названиями. Растение, растение. Купила, чтобы было чего рыбкам кушать, когда я уезжаю. Им же тоже надо чем-то питаться. Кормить их особо некому, когда уезжаю. Или ухожу на целые сутки на работу. Так, камера ничего не хочет показывать. А почему? Куда делась? Вот. Вот, видите, какое? На каждом листочке растут новые чудеса просто, да и только. Вот, листочек выглядит так, как будто он уже умер. Всё, отмирает. А на нём новые листочки растут. И на этих новых листочках новые. Вообще чудеса какие-то в природе. Чего только нет, да? Вот такое вот растение. Видите, вот сидят на них улитки. Вот это какая-то улитка, как виноградная, да, похоже. Полезная она для аквариума или нет. В общем, что-то мне этот аквариум уже утомляет. Вот. Посмотрите, какая интересная. Корешки плавают по поверхности. Тут ещё ряска. Вот такая маленькая. Заполонила сейчас всё сверху. Вот листочек буквально. Видите? Листочек, кусочек листочка оторвался. А на нём новые растения растут. Вот. Чудеса, да и только. Вот такое вот. Вот такие прелести. Ну ладно. А это вот то, что я использую вместо аквариума. Ну не покупать же ещё аквариум. На моей родине, в посёлке Красный Луч, было стеклозавод, где выпускали, там баночки разные делали. Сейчас он уже, конечно, не функционирует. Всё нарушено в наши лихие девяностые. Видимо, вот свободное время люди сделали себе такую дежу или, в общем, для теста. Очень интересная штука. Такое почему-то вогнутое дно. Ну, может быть, так удобнее было сделать. Такая вот. для подъёма теста прозрачная, интересная. Все мы привыкли видеть глиняные. Глиняные ёмкости для того, чтобы тесто поднималось в них. А у нас вот такая вот стеклянная. Старинная. Давным-давно сделана. Когда-то очень давно, в советское время. Вот. На ней какие-то трещинки, царапинки. Но пока что она вот служит у меня в виде аквариума. Сейчас я налью сюда воды. Чистой, отстроенной. Чтобы в ней... Несколько дней я настаиваю воду, чтобы все запахи хлорки, все эти вредные добавки вышли. После этого мою аквариум. Рыбок отселяю. В общем, вот такую себе заботу я нашла. Как-то день сегодня не заладился. Солнышко яркое мешает снимать видео. Все отсвечивает. Сейчас еще интернет пропадал. Приходилось звонить. Пришлось звонить техподдержку. Оказалось, были какие-то работы технические на линии. Но ничего страшного. Сейчас все восстановилось. Прислали смс-ку, что восстановилось. Ростелеком прям радует. Работает, стараются люди. Скрутила быстренько вот такой совочек себе. Но не покупать же еще. Для этих маленьких. Ой, какие они шустрые. Вот попробуй-ка их слови тут. Вот нечем же больше заняться мне, конечно. Как ловить вот этих вот шустриков. Вот так вот. Видите? Вот. Сейчас мы ее раз на место. Вот так и живем. Ну вот, наконец. Чистота, порядок. Растения пока еще не успокоились. Здесь этот круглый такой вот очиститель аквариума плавает поверху. А потом она пускается на дно. О, гупешки мои тут вот ищут уже покушать. Все нормально у них. Быстренько-быстренько стресс прошел. Посмотрите, как их много. Ну куда? Ну куда столько в 7 литрах аквариума. Здесь у меня 7 литров. Мне вот очень вот это растение нравится. Такой мохнатенько немножко такой вот. Сверху плавает у него там корешки. Эта рясочка тоже интересная. Совсем уже ее мало было. А сейчас солнышко попадает. И она быстренько начала развиваться. Вот такой вот у меня аквариум. Растения опустились вниз. Немножко хаотично, но ничего. Вот этот мохнатый. Как же название-то? Ведь знала я его прекрасно. Покупала что-то около 100 рублей. Он в магазине стоил. Вот такой он. Видите, немножечко как мух. Как будто кусок мха. Интересное растение. Не уронить бы мне телефон туда. Красота, да? Маленькое такое вот. Маленькое лужице озера в доме. С рыбками. Такой мини-мини прудик. Нет, все-таки это радостно. Но ничего. Поработала. Зато теперь можно любоваться. Красота. Красота. Продолжение следует...